В момент написания этого послания мне уже перевалило за 60 лет, и сейчас я хочу дать вам несколько очень важных жизненных советов, которые основаны на моем личном опыте, превышающем ваш почти на 40 лет. Я не заставляю вас верить всему, что я скажу, потому что когда я был в том возрасте, в котором сейчас вы, я бы навряд ли стал слушать какого-то старика. Но я надеюсь, что вы сможете найти в моем послании что-то для себя полезное. Гай Кавасаки Бросайте вызов всему, что знаете, и не бойтесь познавать что-то новое. Если вы принимаете известное как должное и любыми попытками пытаетесь избежать неизвестного, то это большая ошибка. Попробуйте поступить ровно наоборот. Каждый раз бросайте вызов всему, что вы знаете, и постоянно стремитесь познавать новое. Сейчас у вас самое лучшее время, чтобы приступить к саморазвитию и пойти на риск, потому что в вашем возрасте у вас все еще есть возможности снизить свои потери. И открыть для себя больше преимуществ. Всегда помните о том, что самые великие вещи случаются только с теми людьми, которые ставят под сомнение статус-кво. Не зацикливайтесь на своем первом месте работы. На протяжении всей своей жизни вы, скорее всего, поменяете не одно место работы. Вы будете работать не только на разных должностях, но и в разных отраслях. Само собой, идеальным вариантом было бы сразу же устроиться в огромную корпорацию, как, например, Google, и остаться там на постоянной основе. Но, как вы сами понимаете, шансы на это очень невелики. Главная ошибка, которую совершает большинство молодых людей, это пытаться удержаться на своей первой работе, которая при этом не приносит им никакого удовольствия и не дает никаких ценных знаний и опыта. А если вы не можете научиться чему-то полезному на этой работе, то это в какой-то степени и ваша вина. Просто старайтесь проявлять все свои лучшие качества, работать как можно усерднее, и перестаньте постоянно думать о поиске лучшей работы в мире, тем более, если она у вас первая. Все придет к вам со временем. Живите настоящим, но работайте ради будущего. Как только вы устроитесь на свою первую работу, никого не будет волновать, в какой школе вы учились, как много вы там узнали, какие у вас были оценки в университете, за какую футбольную команду вы играли и в скольких олимпиадах принимали участие. Вам необходимо ставить перед собой цели и добиваться результата здесь и сейчас. Вам нужно работать как можно более усерднее, не оглядываясь в свое прошлое. Только так вы можете быть замечены вышестоящим руководством. Никогда не прекращайте учиться. Обучение должно стать для вас постоянным процессом, но никак не разовым событием. Поэтому никогда не прекращайте учиться и узнавать что-то новое. Тем более, после окончания школы и университета, вам будет намного проще получить по-настоящему важные для вас знания. Потому что вы сможете сами выбирать, что для вас является наиболее предпочтительным в современной реальности. Именно поэтому настоящее обучение начинается только после того, как вы закончили школу и университет. Рассказывайте истории, создавайте демонстрации и используйте фотографии. Харизма человека заключается в его умении рассказывать удивительные истории. Такие люди часто пользуются демонстрациями и фотографиями, чтобы склонить окружающих на свою сторону, убедить их в своей точке зрения или каким-то образом повлиять на них. Они способны нарисовать полную картинку в сознании окружающих. И не важно, что это будет – социальные сети, электронное письмо, личные презентации, телефонные звонки или же видеоконференции. В нашем мире был только один Стив Джобс, но если вы планируете стать следующим Стивом Джобсом, то вам необходимо научиться общаться с окружающими вас людьми, вооружившись интересными и красочными рассказами, демонстрациями и изображениями. Проводите время со своей семьей и друзьями, пока не еще рядом. Запомните, что сколько бы много денег вы не имели, какой бы могущественной властью не обладали, вам ничего не поможет удержать своих родных и близких людей, если вы их попросту не цените. Само собой, в молодости каждому из вас постоянно кажется, что вы обладаете всем необходимым, чтобы удержать ситуацию под контролем и исправить непоправимое. Это нормально, что вы ощущаете себя бессмертным, находясь в молодом возрасте и обладая нескончаемой энергией. Но даже если это на самом деле так, просто подумайте о том, что другие могут не обладать такой же силой. И еще кое-что. Когда мы были маленькими детьми, и родители нам что-то говорили, то мы воспринимали их слова как правило. Когда мы пошли в школу и университет, то были убеждены, что они всегда и во всем ошибаются. И только когда мы выросли, мы понимали, что наши родители всегда были правы. Когда-то...